Знакомая проблема, да? Затупился нож и не знаешь, что делать Точить Или покупать новый Давай червонец, пожалуйста Керосинка буду покупать Сегодня мы поговорим об этом Пользуясь случаем, я хочу вас поблагодарить Ребята, спасибо большое Очень круто зашел у нас Вот этот вот ролик С машинкой Magic Clip Ну и конечно же, по мере Выполнения нашей задачи А задача наша является максимальный набор лайков В данном случае это 300 лайков Как только мы эту задачу выполним Следующий вас ожидает Суперлайнер, мы его точно так же откроем Точно так же протестируем Покажем не менее интересную работу Как вот в этом видеоролике После этого мы сделаем обязательно сравнение Шейверов от Эндис И от Вол Посмотрим, кто из них круче Кто из них интереснее Я их уже открывал, держал в руках Ощущения абсолютно разные Реально один из них гораздо круче Стоят они примерно одинаково Вы обязательно должны знать Какой действительно стоят этих денег А какой может быть нет Если вам интересно посмотреть будущие обзоры Подписывайтесь на канал И не забывайте нажимать колокольчик Для оповещения о будущих видео И поехали разговаривать о нашем тупом ноже на детайлере Почему же он стал такой тупой Можно ли его как-то исправить И что же действительно лучше Купить новый нож Или все-таки найти заточника И отдать ему Ножик в заточку Поехали Примешь синюю таблетку И сказке конец Примешь красную таблетку Войдешь в страну чудес Помни Я лишь предлагаю узнать правду Больше ничего Конечно же я скажу нет, друзья Реально в заточку отдавать не стоит И на это есть много факторов Одним из первых факторов И наверное самых важных Это отсутствие Высококвалифицированных Точнее не отсутствие А очень маленькое количество Высококвалифицированных Профессионалов Именно заточки Тем более уже ножей для машинок Вы можете быть довольны В конце результатом А может быть недовольны То есть и здесь Применимо правило Скупой платит дважды Стоимость ножа У официального дилера 2000 рублей Кстати официального дилера Вы сможете посмотреть Ссылочку в описании Все контакты тоже в описании Если вы ему напишите Еще и промокод Юри Жданов Вы получите 7% на одну позицию И 10% на две позиции Ну при покупке естественно Ух ты Представим что вы отдали Нож в заточку за 800 рублей Все заточник вам сделал Вы потратили дня 2 Принесли Потратили время Его должны поехать забрать Это наш профессиональный Рабочий инструмент Который мы ежедневно Зарабатываем себе денежку Два дня вы работаете Некачественно Потому что данного инструмента У вас нет в арсенале И хорошо если вы еще придете В салон Начнете стричь И он у вас будет хорошо работать Уверен в 70% случаев Это будет с точностью наоборот Заточка выполнена не очень хорошо Срез выполняется не очень качественно И вы придете к тому Что все таки Блин Надо покупать реально нож Вы должны обязательно понимать Для чего вам этот нож Я в данном случае выбрал Узкий стандартный нож Потому что я больше работаю С окантовочными линиями С какими то рисуночками С мелкими сегментами Элементами Со шлифовками и так далее Широкий нож будет очень полезен Для тех кто работает Именно с широкими линиями Нужно делать фейт Шлифовку Длинные линии бороды Там конечно будет очень здорово Когда коэффициент рабочей поверхности Гораздо увеличивается Поэтому конечно Это нужно понимать Зачем и какой нож вам нужно приобретать И теперь возьмем вторую ситуацию Минуточку Будь добрый Помедленнее Я записываю Вы связались с дилером Вы заказали этот нож Вам его могут доставить А вы можете сами приехать И его забрать Вы не потратили времени Да вы потратили на первый взгляд Чуть-чуть больше денег Если посмотреть вглубь Давайте уходить От нашей вот этой ментальности Сэкономить немножечко Потому что уже давно Является фактом То что скупой платит Дважды Трижды И вот как говорил Александр Может быть даже и четырежды Итак друзья Что же случилось с моим ножом Левая сторона стрижет достаточно хорошо А правая почему-то волосы уползают и что случилось непонятно как вы уже поняли нож сдавать за точку я не хочу считаю абсолютно это нецелесообразным и траты времени заниматься честно говоря не охота давайте для начала проведем небольшой эксперимент и посмотрим вообще на остроту нашего ножа и рядом тупой кромкой сразу есть понимание того что нормально этим ножом работать мы не сможем если взять волосы а если взять другой стороной видите какой сразу четкий срез а этой стороной его раз и начинает уползать тел с уверенностью могу сказать что сейчас вот из правой стороны которые тупая реально в принципе основная проблема вот именно вот здесь в крайнем зубце а проблема здесь основная ребята вот с чем связано сейчас моего раскрутим и посмотрим я даже не стал проверять другую сторону потому что основная проблема здесь смотрите в чем всем видно крайний зубец здесь сломан вообще ни один заточник здесь не поможет момент движения здесь у нас везде режущие кромки совпадают и все срез происходит а вот здесь именно вот с края то есть среза нет получается нож дефективный и мы с одной стороны делаем аккуратную красивую окантовочную линию а с другой стороны у нас уже нам не получается хотя нож в принципе еще хороший для того чтобы собственно вам поменять нож вам нужно будет отверточка собственно сам нож и какой-нибудь там наборчик вот такой веселенький маленьких каких-то отверточек потому что здесь на ноже микро винтики вот эти обычная отвертка их не возьмет я не знаю в комплект там идет отверточка или не идет сейчас мы с вами будем смотреть у нас здесь комплект идет это масло для ножа у нас какая-то инструкция и вот такие два винтика выпали отверточки у нас не идет поэтому нам обязательно нужен какой-то комплектик и ребята производители обращаюсь к вам поверьте мне не у каждого парикмахера есть отвертки задумайтесь о том что все таки вот здесь вот должна быть отвертка для того чтобы отстроить нож хотя здесь тоже знаете такой вопрос что если у нее нет отвертки то она значит даже не понимает что такое отстраивать нож инструкция у нас какая-то идет она я так понимаю общая здесь получается у нас рассказано про один тип ножей которые крепятся винтами с обратной стороны здесь рассказано про другой тип ножей которые крепятся защелкой и так далее это получается такая общая инструкция которая идет ко всем видам ножей я уже приготовил сейчас брать свои тестовые ножницы думал я же им устраиваю краш-тесты конкретные кстати если хотите посмотреть обзор по краш-тестам ножниц который мы выпустим уже наверное через месяца два это будет бренд юрий жданов ножницы прошли просто нереальное испытание вы сейчас скажете что за вандал но да ребята мы даже вот так делали ими опа 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 и вот вы не поверите они после этого все равно стригут волосы представляете ребята мы пытаемся максимально выбрать классную форму ножниц ножниц в тестах было много мы пытаемся выбрать максимальное качество ножниц мы смотрели даже такие варианты чтобы знаете полотна были очень большие массивные тяжелые удобнее ли будет стричь или неудобнее то есть мы рассматривали кольца обычные вообще и с какой-то более сложной эргономической формой то есть рассматривали более сильные изгибы на кольцах для того насколько удобно будет держать то есть отнеслись к процессу в общем максимально серьезно кому интересно пишите тоже в комментариях выпустим этот ролик он нудный длинный но кому интересно конечно смотреть будет интересно вандализм да значит идет у нас здесь ножичек он уже идет в маслице смазанный что в первую очередь вам необходимо сделать в первую очередь вы должны взять нижний ножевой блок и верхний ножевой блок положите их друг на друга и очень внимательно посмотреть то насколько этот нож уже отстроен мне сейчас кажется что вот с этой стороны он немножечко больше а с этой стороны он немножко выпирает если вот такая же ситуация будет берете отверточку расслабляем винты так чтобы нож у нас прям вот разболтался теперь получается мы его устанавливаем на жесткую поверхность и наклоняем к себе примерно на 45 градусов то есть ну примерно вот так пальцами нож прижимаем к жесткой поверхности зафиксировали и чуть-чуть затянули винты пока не сильно очень внимательно смотрите на то какой диапазон длины вы отстроили мы сейчас отстраиваем максимальный ноль тоненькая такая грань вот здесь по всему периметру достаточно ровная и тоненькая грань по всему периметру достаточно ровненько вот здесь еще раз проверяем и теперь можно крепко взять нож в руку и затянуть один винт и затянуть второй винт вот эти винты нужно затягивать достаточно крепко чтобы они не разболтались но естественно меру нужно знать сорвать тоже его нежелательно будет После того, когда затянули, еще раз проверили Теперь самое элементарное, это просто мы его устанавливаем сюда Вот здесь есть такой нюанс небольшой тоже Смотрите Вот я сейчас, допустим, затянул винты достаточно хорошо Слушаем звук Слышите дребезжание какое, да? Теперь винты затягиваем не сильно Ну и, конечно, винты не должны быть разболтаны Теперь после того, когда вы затянули винты То есть они у вас затянуты, но не болтаются Но и не прям перетянуты То есть они так подтянуты Вот я его затянул двумя пальчиками буквально То есть без какого-либо прям такого нажима Здесь точно так же двумя пальчиками Все, этого достаточно После этого, если у вас нет специального масла для ножа Который также продает официальный дилер Берете обычное масло и закапываете его в пять точек Первая точка сюда Включаете, чтобы масло немножечко прошло вниз Одной капельки в принципе достаточно Чуть-чуть подождали Потом точно так же перевернули Чуть-чуть сюда Буквально одну капельку, там две И после этого, ребят, постоянно спорят все Стоит ли капать вот сюда Я этот вопрос задал официальному дилеру Александру Стоит ли маслом обрабатывать поверхность именно режущей кромки? Ведь если мы говорим о ножницах То, как правило, в ножницах мы смазываем только трущую зону здесь И трущую здесь То есть мы не смазываем полотна Как же в машинках? На что Александр сказал, ты знаешь, есть такая книжечка Это каталог продукции от Вол Где прям конкретно производитель пишет Как нужно ухаживать за ножом после каждой стрижки И здесь четко написано, что мы маслом смазываем трущие поверхности И естественно режущая кромка у нас тоже является трущейся поверхностью Которая нагревается в течение стрижки И если ее не смазывать, то она быстро выйдет просто-напросто из строя Поэтому мы делаем еще три капельки Сюда в центр Сюда с краю И сюда Обязательно включаем Видите, как масло разошлось по всей режущей кромке И получается оно стекло здесь Оно стекло здесь Потом просто мы удаляем салфеткой излишнее масло И все, и наш нож готов к работе Ну и давайте теперь опять затестим Насколько он острый и крутой стал у нас Красота-то какая! Лепота! Лепота! Я веселый и довольный Я поменял нож на моем детайлере Теперь он режет как новенький, а именно конкретно новенький Я буду продолжать делать какие-то красивые четкие работы И не париться по поводу того, что он что-то у меня закусывает И правильно ли мне сделал заточку-заточник Этот вопрос я закрыл в течение каких-то 10 минут И продолжаю зарабатывать деньги дальше И не париться по этому вопросу больше Друзья, от меня рекомендация Тратьте свои деньги и свое время с умом Если это видео для вас было полезно Обязательно подписывайтесь Ставьте классы Спасибо вам большое за то, что были с нами И я напоминаю, что следующий видеоролик в рубрике Анбоксинг выйдет именно только тогда Когда вот это видео наберет 300 лайков Ну и в конце этого видео, конечно, сейчас вот уже буквально через каких-то там 10-15 секунд Вы сможете конкретно увидеть ссылку на данный видеоролик Проходите, приятного вам просмотра, если вы еще не видели этого ролика А если видели и забыли поставить лайк, поставьте Спасибо за то, что были с нами С вами был Юрий Жданов До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok